Водитель такси, которую обвинили в том, что она не пропустила машину скорой помощи, уверяет, что на самом деле не препятствовала проезду. Напомню, ситуация произошла накануне на улице Гастелло. Видео, выложенное очевидцами, облетело все социальные сети. И сегодня у нас в гостях та самая автоледи, Тамара Никитина. Она готова рассказать свою версию. Тамара, добрый день. Вот водитель скорой утверждает, что вы все-таки перегородили проезд и препятствовали. Расскажите, как все было на самом деле. На самом деле, просто внимательно посмотрите видео. И на видео видно, что моя машина стоит так, что абсолютно никому не загораживает проезд. Я никого не заблокировала. Ну, разве что дерево, которое было слило меня. Потому что, когда я въехала во двор, я заехала на бордюр, максимально прижавшись к тому дереву, которое стояло на газоне. А проезд по двору оставила для скорой помощи свободным, чтобы она могла выехать беспрепятственно. Это изначально я сделала, сразу, когда выезжала во двор. Когда я въезжала во двор, машина скорой помощи стояла у второго подъезда, прямо по центру двора, перекрыв проезд другим видом автотранспорта. Поскольку я не могла предположить, какие маневры будут дальше совершать, водитель скорой помощи, который стоял с выключенными фарами, звуковыми сигналами и сигнальными огоньками, поэтому я стояла и ждала действия от машины. Куда он поедет? Назад, да, вперед, проезд был свободный абсолютно. Постояв минуту и подождав, я обратилась к водителю с просьбой, чтобы он проехал хотя бы на два метра вперед, чтобы я могла объехать его и уехать со двора. Водитель не отреагировал. Я продолжала сидеть в машине и ждать, как будет развиваться ситуация. Когда вышла врач скорой помощи, я к ней также обратилась с вопросом, почему ваш водитель паркуется так, что мешает проезду другого автотранспорта. Водитель машины скорой помощи припарковал ее так, что она стояла от левого переднего колеса до бордюра было сантиметров 50, от правого переднего колеса до бордюра было сантиметров 80. Но с той стороны там стояли припаркованные машины, за ними сразу было дерево, то есть у меня не было возможности его даже по бордюру объехать. На что врач тоже не отреагировал никак, молча села в машину. Я тоже села в машину, водитель включил фары, подъехал ко мне вплотную, причем он мог спокойно проехать по тому проезду, который был ему оставлен, тем не менее он сдвинулся в мою сторону. На проезжей части от моей машины буквально 30 сантиметров фара стояла на проезжей части двора, потому что я полностью заехала на газон, освобождая проезд. И стал громко говорить, что освободите проезд, подъехав. Он включил фары. Я сразу отреагировала, но для того, чтобы сразу уехать, мне нужно было убедиться, что машина, которая подъехала и стояла за мной, уехала. Потому что в зеркала заднего вида, поскольку водитель меня слепил, я ничего не видела. Я вышла из машины, убедилась, что машина, которая стояла за мной, уехала. И я сразу села в машину, сразу сдала назад и уехала. Абсолютно ничем и никак не препятствия машине скорой помощи. Все это время длилось около пяти минут. Даже видно, что в тот момент, когда уезжаю, там около двух минут. Мне нужно было просто... Как считаете, что это было со стороны скорой? Я считаю, что со стороны скорой водитель принципиально направленно шел на конфликт, создавал этот конфликт на пустом месте. Я стояла припарковавшей так, чтобы у водителя была возможность спокойно уехать, беспрепятственно. Но я не знала, куда он поедет, вперед или назад. Объехать его, за ним проехать, я не могла там... Были машины припаркованные, дерево, то есть я не смогла бы его объехать. А сзади меня на тот момент уже стоял другой автомобиль. Я даже когда выходила из машины, говорила, ну вот же у тебя свободное место. Это все на видео видно. Ты можешь проехать, а мне уехать некуда. Потому что впереди он стоит вплотную ко мне, подъехал, с мою сторону сдвинулся. Сзади другая машина припаркованная. Мне только что вертикальный взлет, подпрыгнуть и зависнуть. Другого варианта не было. Правда, что после этого вас уволили с работы? Да, меня уволили. А чем? Как это было? Ну, я думаю, что я не буду давать какие-то комментарии по поводу действия руководства такси, в котором я работала. У них на то были свои основания. Потому что на самом деле ситуация выглядит так, что таксист работающий, вот вредитель такой, не дает приехать в скорой помощи. И действия руководителей в данной ситуации, они вполне логичны. Потому что действительно такие водители не должны работать в такси. Просто на данный момент ситуация совершенно иная. Вы можете просто это оценить, даже посмотрев видео. Оно как вещественное доказательство и временного промежутка, что я по времени не задерживала водителя, и какое расстояние от моей машины. Я весь двор освободила ему. Едь, пожалуйста, дорогой, куда хочешь. Заблокировано было только дерево. Эфирное время подходит к концу. Последний вопрос. Будете ли дальше доказывать свою правоту, отстаивать? Дело в том, что ваш эфир, это последняя компания, где я выкладываю, как бы вы говорите, версия. Версия – это вариант события. Там было единственное событие, которое снято на видео, и оно показано. Там больше ничего даже комментировать не надо. Я больше нигде не буду принимать участие в передачах, только потому что у меня просто на это нет времени. Мне нужно как-то решать свои вопросы и как-то по-новому устраивать теперь свою жизнь. Какую-то возможность искать заработка и т.д. и т.п. Просто на это больше нет времени. Тамра, спасибо. Правоохранительные органы, думаю, во всем разберутся. Да, они пообещали провести проверку. Я очень надеюсь на то, что это будет сделано как можно быстрее. Спасибо огромное. В ГИБДД пообещали провести проверку. Закончится она в течение месяца. У нас в гостях была Тамара Никитина. Ну а мы продолжаем.